Видел вчера, как Ручинин два тамбова вколотил? Конечно, видел. Как такое не увидел? Согласись, в порядке, да, Алексей? Вообще всегда в порядке. 27 лет, хоп, тамбов на колени постоял. Главное, забил седьмую и восьмую шайбу. Так номер же 78, соответственно. Привет! Вчера молодежная сборная России провела тренировку в Новогорске. И главными героями были не хоккеисты, и даже не главный тренер. К работе приступил консультант команды Олег Знарок, и он сделал все, чтобы быть самым заметным на льду. Бывший тренер «Динамо Москва» не вмешивался в тактику. Валерию Брагину позволяли рисовать на планшетке, но именно Знарок проводил упражнения, нервничал, повышал голос, объяснял. Понятно, что он соскусился по работе, но, видимо, не до конца. Консультант, которому будут платить в федерации, отказался от общения с прессой. Ничему-то он не научился, ну ладно. Знарок поедет в Ванкувер и, может быть, там разговорится. Рассказывать о составе нашей команды пока не стоит, так как еще до пятницы пять человек покинут Новогорск и отправятся по домам. Еще пять поедут домой уже из Канады после выставочных матчей. Конкуренция на этот раз жесточайшая. Выступление Валерия Брагина смотрите сразу после окончания программы. Он там довольно смущенно говорит о Знарке. Плохие новости из-за океана. Травма Владислава Каменева оказалась очень серьезной и он рискует пропустить остаток сезона. Владислав Каменев снова получил тяжелую травму и рискует пропустить остаток сезона, если пойдет на операцию. А хирургическое вмешательство ему необходимо. Это будет настоящая трагедия для форварда Колорадо. В этом сезоне он хотя бы провел 24 матча, хотя получал немного игрового времени. Но если вы помните, то в прошлом году он получил повреждения сразу после обмена в Эвиланж. Каменев этим летом очень хорошо готовился, ведь ему надо было не просто набрать физическую форму, но и доказать тренеру, что на него можно положиться. Нападающий, хоть и не стал игроком топ-6, но выходил довольно стабильно, а иногда показывал очень крутой хоккей. Набрал 5 очков, а свою лучшую игру Владислав провел против Kings, когда играл почти 15 минут. Теперь операция. Держись, Владислав. И еще о легионерах. Денис Куляш отправляется в Корею и будет выступать за команду, где уже есть Александр Фролов. Им будет не скучно. Куляш пообещал дать интервью нашей программе, так что следите. Я прощаюсь с вами и уже сил нет, как хочется, в Ванкувер. До свидания. Что тебе передал Алтыбар Макян продать в Ванкувере? Черчхела, что там еще. Полную сумку, да, говорят, дал? Конечно, конечно. Олегович, каково работать на льду? Главному тренеру, когда рядом еще один главный тренер. В смысле, как главный тренер? Ну, хотя бы на бумаге понятно не главный, но по харизму, по натуре все-таки все равно какие ощущения? Значит, Олег Валерьевич является консультантом штаба всех сборных России. Он работает не только с нами, курирует, я имею в виду, но и все сборные, и вся олимпийская сборная. Значит, вы сами видели, та харизма, которую он имеет, она идет только на пользу. Поэтому, та энергетика от человека, положительная энергетика, которая постоянно присутствует при нем, она только на пользу прияет. Олег Николаевич, Кравцов получил травму в последнем матче, приехал? Нет, нормально. Все нормально? Объяснить, пожалуйста, почему вы отцепили завгородную? На этой позиции, я говорю, в линии атаки, особенно с правой позиции, ну кто сильнее? Костин, Кравцов или Старков? Как вы считаете? Поэтому, где четвертая звена, этот игрок, я имею в виду, в меньшинство, он не играет. Вы сами березы 23 человека, еще 5 там присоединятся, будут какие-то решения после, я думаю, может быть у вас другого. Я думаю, решение после двух товарищеских игр мы приняли. То есть, США уже будет основной состав? Нет, со Швейцарии. А, конечно, возвращаясь к Кравцову, почему в центре все-таки? Вы, по-моему, сами говоришь, в центре. Очень убедительно сыграл он на ливературе в этой позиции, поэтому и он сам себя, мы с ним поговорили, он и чувствует себя комфортно. На пространстве этот игрок играет очень хорошо на пространстве и созидание, и читает хорошо игру. Посмотрим, если, самая главная проблема, это оборона. Если он будет справляться, значит, так и будет играть. Есть ли шанс у Василия Подкознан вбывать в сборную? Да, мы сейчас, да-да-да, он 4 гола уже забил, мы все следим, все подконтрольно, мы общаемся с тренерами. Значит, посмотрим, если нас что-то здесь не устраивает, значит, прекрасно мы его знаем, возможности Василия, что в четвером уже сыграть. Шайбу на себя выловить, в атаке неплохо сыграть, поэтому посмотрим. Скорее, да? Скорее, да, чем нет? Ну, я говорю, если здесь все будет нормально, то посмотрим, посмотрим. А знарок в Ванкувер летит с вами? Да. То есть он будет с командой вместе? Да, да. Попозже прилетит, но... Павел Николаевич, Денисенко в последнее время дошел до четвертого финала Лады, что происходит, как Вы думаете с ним? Ну, сложно сказать, вот сейчас мы с ним побеседовались, про та проблема, которая там, он попал в Ладу из локомотива, она знает прекрасно, за что и... А за что? Ну, за то, что игру из-за него проиграли, он удалился за... 5 и 20, да. Да, на 5 и 20, да, из-за этого его отправили в Ладу. Мы проиграли игру в конце, поэтому он прекрасно и понимает, и, в общем-то, так было немножко... Состояние психологическое неважное, но сейчас он нормально, все, мы с ним поговорили, самое главное настроили, чтобы этого не было, потому что если это... Вообще его задача не грубо играть, там, что, а его на себе зарабатывать фолы за счет технической оснащенности. Поэтому я надеюсь, что все нормально. У Мифтахова взяли, чтобы парень опыта набрался или он реально лучше Кустеменко? Он играет в высшей лиге, а у Кустеменко сейчас и не играет даже за молодежную лигу в запасе, поэтому тут... Хотя тут... Правильно, два вратаря не определены, в принципе, и должен молодой быть. Не удивлены, что все-таки у соперников отпускают ребята? Вот у нас не отпустили Свечникова из Каролины. У других команд отпускают, как-то вот получается не очень красиво. Уже остановлено будет Свечникова? Ну, что мы дискутируем? Ну, нет, уже все, ну, что тут дискать? Конечно, жалко, всегда Свечникова помог бы, всегда в этой команде играл, но сейчас дискутирует бесполезно. А для вас главный приоритет, что, то есть, ребята играют именно в КХЛ с мужиками, вот в сборную и противник? Вот именно это главный приоритет, да? Ну, я думаю, те критерии, которые ребята там играющие, мы сейчас, они присоединялись к нам и здесь играющие, те критерии, которые нас устраивают, они все прекрасно знают, поэтому я имею значения, не имею. Если он соответствует этим критериям и играет, это российские ребята просто, они играют там, а остальные. Есть ли понимание про КХЛ? Не было такого выбора игроков, согласен с тем, что сейчас гораздо лучше, чем перед Баповым? Конечно, когда есть конкуренция, всегда лучше. И в связи с этим поменяются ли стили команды, характеры? Ну, более, я думаю, агрессивный хоккей будет. Вы разговаривали с Костином? Да, он чуть-чуть там присоединится к команде. Не, а он вам объяснял, почему он в этот сезон хуже, чем перед Баповым? Ну, я бы не сказал, что он хуже, я четыре игры посмотрел, как он, ну, я бы не сказал, что хуже, но такого явного прогресса нет. У него больше игрового времени там, больше доверия, но прогресса хочется лучше, конечно. Но, ну, что сделать? А остальным легионерам зарезервировано место в составе? Нет, конечно, нет. Они прекрасно это знают. Программа, в общем-то, с ними переговорили перед одеждой. Каждому была дана программа, и когда они к нам подключатся, мы их проверим в физическом состоянии. Сразу будет ясно. Поэтому, я еще говорю, вот эта конкуренция, она, я думаю, человека три-четыре так могут себя спокойно чувствовать. Спокойно. А из легионеров? Нет, вообще. А из всех? Да, да, спокойно. Здоров, пан Кури будет стоять на лавке или нет? Да нет. Есть ли понимание по капитану? Ну, мы думаем, да, посмотрим сейчас. Я думаю, вот эти первые девочки игры мы попробуем какие-то варианты и определимся. Еще раз касаемо легионеров. Все-таки Саморуков и Алексеев разве не сильнейшие защитники 22 года? А в чем здесь сильнейший, не сильнейший? Вы говорите, что место никому не гарантировали? Я сказал три-четыре позиции. Я же сказал об этом, что могу спокойно себя чувствовать. А остальные...